МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такое разнообразие флагов можно увидеть разве что на открытии Олимпийских игр. В очередном межнациональном фестивале приняли участие представители 40 стран и 80 национальностей. Нам очень нравится этот фестиваль. Мы наслаждаемся им. Здесь мы можем познакомиться с культурой других стран и народов. Мы весело, очень мне нравится. Здесь очень дружно, все относятся к нам. Все хорошо, замечательно. Наши народы должны жить в единении. Именно в единении наша сила. Впервые в форуме приняли участие студенты из Палестины. Представителей ближневосточной страны особенно впечатлило кулинарное разнообразие праздника. Предпочтение отдали русской кухне. Русская кухня. Мне понравится борщ. Я очень люблю борщ. На самом деле, борщ, линчики, сладостные. На фестивале работало 17 подворий. Представители разных стран угощали гостей национальными блюдами и рассказывали о своих традициях и обычаях. Самое интересное, что мы находим общее в кухнях, в культурах, в традициях, в танцах. И это понимание того, что мы едины, несмотря на определенную разницу. Это очень важно. Люди, которые здесь побывают, вот на этом фестивале, дружбы и разных искусств и культур, они обязательно потом будут уважать чужие традиции и беречь свои. А мы вот этим праздником, мы россияне, демонстрируем всему миру, что мы действительно едины. Что мы любим свою родину, что мы радуемся этому празднику. Поэтому я считаю, что это значение очень большое. Межнациональный фестиваль в УЗИ проводится уже в седьмой раз. На форуме студенты из разных стран имеют возможность обменяться опытом в сфере медицины и стать ближе к своим коллегам. Вот за два дня во всех мероприятиях приняло участие свыше 500 студентов. И, как вы видели, приехало много гостей из всех регионов Северного Кавказа. Было очень приятно видеть гостеприимство. Люди, которые гостеприимны, это люди мира. Соответственно, мы будем жить на Северном Кавказе в мире, а это Кавказ, сердце нашей всей большой страны. В какой-то момент границы по дворе стираются, индусы аплодируют зажигательные лесгинки, а рядом в танцы кружатся арабы, греки и армяне. В огромные холодильные камеры величиной в пятиэтажное здание завозится новый урожай. При необходимости яблоки могут без потери качества, и это главное условие хранится здесь год и дольше. Впрочем, рынок готов поглотить и не такое количество яблок. Линии сортировки работают сегодня на Урал и Заурале. Яблоки Баксана добираются до самых окраин страны, до жителей Владивостока и Мурманска. Перспективы для роста есть не только у холдинга, но и у всей республики. Осталось учесть несколько моментов, поясняют специалисты. Первые сады, которые были запущены в 2009 году, они вступили в повару полного плодоношения, но при этом стало понятно, что республика может выращивать намного больше. Сейчас количество молодых садов, которые посажены вокруг, оно настолько велико, что мощности по хранению не будут справляться. Но кроме мощности по хранению, которые должны быть заранее закладываться под эти сады, на сегодняшний день есть еще проблемы, которые хорошо решены за рубежом. Например, в Италии у них есть защита от погодных рисков. Если у фермера что-то случается нехорошо, то есть федеральные программы помощи этим фермерам, и они не теряют свои сады, они имеют возможность их восстановить. У нас это сделано с помощью программы страхования. Следующим шагом должна стать переработка. Ее в республике практически нет. Сегодня из яблок делают соки и чипсы. С увеличением площади садов большой урожай надо сохранить без потери качества плодов. Лишь это сделает продукцию региона конкурентноспособной за рубежом. Европейцы, опытные садоводы задали стандарт, который признается во всем мире. Однако каждый регион, где выращиваются яблоки, добавляет в уже известные сорта свой нюанс, своеобразный штамп. У плодов из Кабарзнабалкарии он тоже есть. Грэнни Смит – популярный австралийский сорт зеленых яблок в республике приобретает красный бачок. Причина – высокий перепад температур. Берем практически любой зеленый сок, то солнышко и перепад температур заставляют делать небольшой красный бачок. Это недопустимо является во многих странах по внешнему виду. У нас трудно вырастить яблоки абсолютно зеленые, но от этого выигрывают вкусовые качества. В целом по региону урожай нынешнего года чуть меньше предыдущего. В основном спад пошел в частных подворьях. У крупных же производителей объемы практически неизменны. Освоенная хозяйствами зарубежная технология позволяет четко прогнозировать объемы урожая. Это один из критериев профессионального садоводства. Ценовая политика на яблоке будет определяться именно этим фактором. Магомед Султыгов не раз становился призером различных соревнований по грэпплингу на участие в республиканском чемпионате. Для него дебютная уже с начала поединка Магомед показал, что настроен лишь на победу. В середине первого раунда он провел удушающий прием, тем самым заставив своего соперника отказаться от продолжения поединка. Я планирую по баллам выиграть, потому что полнительно всегда первый бой бывает. Но я не думаю, что он поведется. Вот слишком быстро атака пошел, я за спину взял. А на соседнем ковре в поединке за третье место весовой категории 44 килограмма сошлись бойцы из младшей возрастной категории. Магомед Бештоев участвует в республиканском первенстве уже третий раз. Опыт выступлений на соревнованиях такого масштаба позволяет ему провести очень зрелищный и эмоциональный поединок и удушающим приемом одержать безоговорочную победу. Первый бой я проиграл, за третью схватку я дрался и выиграл. Очень много тренировок отрабатывал, болевые приемы, удушающие, захват ноги. Поддержать участников чемпионата республики помимо родных и друзей приехали именитые спортсмены, по словам которых грэпплинг в Ингушетии развивается очень большими темпами. А подтверждение тому яркие и зрелищные поединки юных бойцов. Выступление на хорошем уровне. Здесь есть ребята-грэпплеры, которые не только на этом чемпионате, но и на прошедших турнирах выступали и получали призовые места. Мы сейчас начали этот вид спор развивать в Ингушетии. Думаю, что будут хорошие результаты скоро. Стойка, партер, броски и ударная техника. Именно эти аспекты необходимо ежедневно отрабатывать спортсменам, выбравшим боевое самбо. Участники первенства и чемпионата республики показали очень высокий уровень подготовки, который им в скором времени, безусловно, пригодится на международных соревнованиях. Федерация боевого самбо республики Ингушетия при поддержке главной федерации московской выявляет потенциал, возможности местных спортсменов на момент успешного участия в турнирах, таких как чемпионат первенства России. То, что человек выиграет, это не означает, что через несколько месяцев он будет готов и есть гарантия того, что успеет успешно на чемпионате России. Мы будем смотреть, будем потом делать прикидочные бои. Конечно, выиграть только такого количества людей, это достаточно серьезное доказательство его подготовки. Зелищными и напряженными были бои и в тяжелых весовых категориях. Словом, эти соревнования показали, что класс ингушетских бойцов по боевому самбо и грэпплингу достаточно высок, чтобы они могли смело заявить о себе на международной арене. Переда Межоева, Исмаил Гатагажев, Рамзан Межоев, Новости 24.